Отвалившаяся штукатурка, оголенные провода и постоянные пожары. Со всем этим жителям одного из домов на левом берегу приходится сталкиваться постоянно. Они живут в доме, аварийность которого признали еще 6 лет назад. Расселить людей обещают уже 3 года, но даже известная поговорка в этом случае дала сбой. Когда закончатся обещания и начнутся действия? Ответы на эти вопросы в авторском проекте Елисея Савлюка «Простая история». Мы находимся у дома на 2-й Смоленской 5, это в Советском районе. И жители пожаловались нам на то, что жить им приходится в аварийных условиях. При этом, когда людей расселят, непонятно. Что здесь происходит? Пойдемте разбираться. Мы успеваем зайти в дом, как проблемы уже видны в подъезде. Например, вот таким легким движением руки здесь сыпется штукатура. Ну что, пойдемте к местным жителям. Кто? Седьмой канал. Здравствуйте. Проходите, посмотрите, как мы живем. Не жить, а выживать в этом доме Галине Шот приходится последние 3 года. На стенах здесь глубокие трещины, а вместо потолка доски. Капитальный ремонт этот барак, а иначе его не назовешь, не видел, кажется, никогда. За все тут отвечают сами жители. Они и красят, и моют, и подметают. Но и это не спасает. Каждое утро встаю, каждое утро это все убираю, потому что вот оно все рушится. Документы всегда с собой, все на готове, одежда на готове, портфель на готове, если что, быстренько выскочить. Дом ночью ходуном ходит, прям скрипит. Из-за плохой проводки здесь трижды были пожары. Периодически свет гаснет, и передвигаться по таким катакомбам людям приходится вслепую, как следствие травмы. Вот я упала в подвал, на край нечаянно наступила, крышка перевернулась, и я упала в подвал, поцарапала, побила ногу. Вот здесь вот у меня щель, в которой все постоянно сыпется, вот сыпется все с потолка у меня. Вот тут у меня утром постоянно у меня тут прямо камни, прямо цемент, вот это все, прямо вот сюда все валится. А это уже Светлана Лебедева, она живет этажом выше, и у нее картина еще хуже. Со штукатуркой эти стены попрощались уже давно, а оголенные провода висят по всей комнате. Чтобы тут выжить, приходится постоянно что-то придумывать. Например, вот так тряпками тут латают дыры. Воды, как и тепла в этом доме, нет. За ней местные ходят на ближайшую колонку, а зимой люди греются от обогревателей. Я боюсь, что я вообще не встану, вдруг загорится проводка, вдруг на меня крыша упадет. Нас обещали теперь в этом году снести второе полугодие, но опять ничего. Опять нас теперь 2025 год теперь. Обещали сколько лет подряд, с какого года? С 2019-го. И все до сих пор вот нас носят. Люди говорят, что обещает им переселение начальника дела по правовым и жилищным вопросам администрации советского района Максим Овчинников. Правда, сам он это отрицает. Таких обещаний, как вы ссылаетесь, по крайней мере, что я там обещал, что каждый год причем, что их переселят, но такого не было, это не соответствует действительности. А если граждане, кто-либо там действительно, может быть, несколько граждан и было, и звонили, и интересовались сроком переселения, то я вот-то интересовался на постановление правительства Постоянского края. В департаменте градостроительства заявили, сейчас в регионе идет программа по переселению людей из аварийного жилья. В нее вошли все дома, признанные непригодными для проживания до 1 января 2017 года. И там нам вновь обещают, людей переселят, но уже в следующем году. Жил дом по второй Смоленской 5 признан к аварийному в 2015 году в июне и вошел в пятый этап данной программы. Однако в связи с ускорением реализации программы планируется, что уже в 2022 году начнется расселение данного дома. Изначально срок по программе, исходя из пятого этапа, стоял в 2024. Что же делать людям, дом которых разваливается на глазах? Жители аварийных домов до момента расселения имеют право на жилье маневренного фонда. Для этого необходимо обратиться в департамент городского хозяйства с заявлением. После вам выделят временные квартиры. Правда, в каком состоянии будут они, остается только догадываться. А теперь вернемся к проблеме предыдущей серии. В ней мы рассказывали про свалку, рядом с которой садоводы живут уже больше 30 лет. Люди опасались, что весь этот мусор может загореться, а огонь перекинется на жилые дома. Тогда в администрации Свердловского района нам обещали, что эту свалку уберут. Правда, точных сроков не называли. Жители говорят, чиновники выезжали на место, но мусор так никто и не убрал. Когда это сделают, людям также не озвучили. А я же напоминаю, что отходы оттуда необходимо вывезти, пока это не привело к трагедии. А мне остается только сказать, что о своих проблемах, которые никто не стремится решать, вы можете сообщать к нам в редакцию по телефону 2-900-333. Мы приедем на место и постараемся помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова